Красота спасет мир. Если этот афодизм осмыслить и развить в социально-инженерном и цивилизационном контексте, то зазвучать он может так. Культура спасет мир. В культуре красиво, наверное, все. В том числе красивое решение сотрудников КДЦ «Металлург» в конце лета и по случаю Дня Флага взять и провести концерт. По подобным акциям жители Северного района уже заскучали, ведь из-за коронавируса до сих пор не в части массовые мероприятия. Поэтому администрации центра пришлось настаивать на масочном режиме или хотя бы на безопасном расстоянии между зрителями. Да и на импровизированную сцену вышли отнюдь не все артисты. Сработали в усеченном составе, зато в натуре, а не в онлайне, где и так КДЦ провел немало акций. В течение года мы проводим более 300 культурно-массовых мероприятий, огромная часть из которых является благотворительной. Ну вот так произошло, что в связи с данной ситуацией в этом году мы закончили свою яркую активную деятельность в живом режиме в марте текущего года. И мы успели, слава богу, мы успели провести второй областной инклюзивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями. Свообразными караульными на этом празднике стали воспитанники военно-патриотического клуба, названного в память о 81-м Абшеронском полке. Он участвовал во многих битвах и во многих сражениях, в том числе во всех зарубежных походах Александра Суворова, во многих крымских войнах. То есть это прославленный полк. Можно было не только записаться в ряды курсантов клуба, но и выбрать любую секцию студию, работающую при КДЦ «Металлург». А ведь вся эта культурно-досуговая работа чуть не закончилась в 2009 году. Как рассказали приглашенные гости, тогда здание центра хотели взять в аренду коммерсанты с правом последующего выкупа. Но жители района центр отстояли, благодаря в том числе усилиям сегодняшнего директора КДЦ. Она обещает, сама, конечно, мир не спасет, но приложит все силы, чтобы это сделали красота и культура. Сергей Быковский, Влад Кольцов, телеканал Первый областной.